Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день, даже 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Салам. Давайте говорите свои впечатления о баттле, кому что непонятно. Я отвечу на ваши вопросы, поясню, что-то как. За каждое слово поясню. Ни одного слова мы там воду не лили, все по факту раскидывали. Конкретно за свой текст поясни, если интересно, давайте. Чтобы потом никакие наркоманы в стримах не говорили, что мы воду льем, не знаем о чем читаем, не ныли, не пиздели и потом. Следующий баттл, следующий баттл у меня в Алмате будет с Луни Бэнгом, против Луни Бэнга. Это будет 17 или 18 числа. Билеты уже взяли мы, поедем в Алмату, будем с ним баттлить. Готовлю сейчас. Следующий баттл рвать на битах будет, ну пока еще точную дату не сказали, но мы прошли отбор. Все. Где-то, думаю, может в сентябре, а может в октябре посмотрим. Пока сейчас планы. Вот Алматинский баттл, там я не помню, как она, площадка называется. Потом топ-флоу, полуфинал против SMY. Вот, и потом видеоработа. Пару, короче, парочка клипов уже готовились. Рахмет, баттл был охуительным, согласен. Такой напор был. Мы реально там все базарят то, что мы такие дерзкие, дохуя петушимся. Но на самом деле, блядь, вы сами попробуйте на чужой земле, блядь, когда все против вас, против фаворитов выступать. Поэтому мы делали по красоте, мы ебашили. Они должны были понимать, что нихуя не важно, что с тобой толпа. Нихуя это не значит. Важно то, что топ-флоу это команда. То, что мы семья. Мы перли как танки. Да вы сами все видели, елки-палки. Чего объяснить? Салам. Когда 8 барс? Что, когда 8 барс? Когда вернется? Я не знаю. Он до сих пор в Питере тушит. От души, Руслан. Shut the fuck up, Мурманск. 51, нихуя эти денег нет. Chinatown, да, прошли. Кстати, вот топ-флоу от Казахстана две команды нарвать на битах поехал. Одна выступала в один день, другая в другой. И в общем, ну то есть две встречи были нарвать на битах. Короче, и Дэн Ченни, и все там ребята были в шоке от того, как казахи выдали самые лучшие два выступления. были от казахов. То есть от пар, где казахи. Так что я думаю, смысла нет что-то объяснять, да, то, что мы делаем уровень. И вообще нарвать на битах, что мне не понравилась команда, и очень слабые все. Исла с Киллой поговорили после батла. Нет, не поговорили толком. Короче, у нас до сих пор непонятки между собой. Да и что разговаривать? Они проебали. И конкретно, что разговаривать с Гулкилой, когда он такой пиздобол? И он так некрасиво делает. Он вышел, когда мы закончили третий раунд, он вышел и давай, как вот, видишь, забьяки или терпилы на районе. А вы видели? А вы видели, что бы говорили? Что они сказали? Про сдаем этим детям про наркоту, блядь. Ну кто так делает? Если тебе конкретно что-то не нравится, ты говоришь это в лицо, блядь. Я поэтому ему в лицо говорил, где нахуй моралист, бамый, где нахуй ему в лицо говорил. Вот. Мне понравилось это. Мы как бы с Гулкилой до батла, до самого батла нормально. То есть, то саламкались, что, как, готов к батлу, все дела там, то сё. Ну, он выёбывался, как всегда, блядь. Хули ему не выёбывается. Думает, сейчас, блядь, мы тут как мешки будем стоять, а не тут-то было, как разъебали этих войсков. Вот. А потом, вот, как наш раунд закончился, блядь, так себя вести начал. Играть на публику. И вообще, с чего это все началось? Мы, короче, зашли на сцену до батла. То есть, стоим. Исла там смотрит, там, на аудиторию, с аудиторией общается. Гулкила сзади подходит. Вообще некрасиво, не по-пацански делает. Не по-мужски, с гулкила сзади, Исла подходит, Исла не видит. И он, типа, его ебёт. Я тут его отталкиваю, я чё за хуйняк. Ты завязывай, так делают. Ну, нормально, то есть, на вайбе, блядь. Потом, и вот с этого все началось. Мы сразу поняли их отношения, не здравые. Типа, если свитер сделать, ладно, покупку, вообще ощущение. Такое, как дали, какое круто. Ощущения пиздатые. Я чувствую, что, когда мы поедем в следующий раз нарвать на битах, все фанаты Гулкилы станут нашими фанатами. Хуя, мы ведь раздаём наркотики детям. Бесплатно. Святые люди, ёлки. Никто не раздаёт детям наркотики. Мы просто знали, что Гулкилу бомбанёт из-за этой фразы. Читали его, как сучку. Поэтому так и сделали. Всё грамотно. Видите, никто не обсуждает там какие-то строки. Олджи Гэнги. Все обсуждают наши строки. Всем запомнились наши строки. You feel me? Я знаю, что делают. Мы знаем, что делаем. Салам. Салам, Дима. Поэтому, думаю, вопросов больше не будет. По поводу вот этих строк, раздаём наркотики детям. Это мы троллили их. Потому что посмотрите на их тексты, послушайте тексты. Явно же это для школьной аудитории, для школьников. Они музыку делают детям. То есть, и втирают за траву. Это же, бля, Олджи Гэнг, это современная группа-центр. Они пропагандируют наркотики, но говорят, что мы против. Это же пиздобольство. А дети, допустим, ребята, школьники смотрят на это. И смотрят нас. Для них они кумиры. И смотрят, типа, ну раз они употребляют, значит, это нормальный. Я буду их употреблять. Но не то, что они против наркотиков. Я буду тоже курить и пиздеть, что я против наркотиков. Это вся хуйня. И мы поэтому их троллили. Говорили, в пизду ваши треки. Это у нас дури таблетки. В смысле, у нас пиздатые треки. Настоящее дерьмо. Мы это фасуем в пакеты, то есть грамотно делаем всё. И раздаём это детям, их фанатам. Иноур Амсейн, ну выкупили. Я надеюсь, выкупили бы эту тему. Саламу алейкум. Боже, лучше сделать. Почему мы вопросы про Ибали? Во-первых, против Исла Демуэрты голосовали 140 BPM. Там его все ненавидят. Недолюбливают за то, что он, блядь, Эдика Кингстол обосрал. У Голкилы большая аудитория уже изначально в Петербурге. А мы как бы не так популярны. Только из-за этого. А так ты сам всё видишь. То есть 13, вот сейчас там сколько, 30 тысяч голосов в общем? Или 40 тысяч? 40 тысяч, из которых там 25 тысяч за УГГ и 15 за нас. Вот это нормально. То есть мы в принципе ожидали, что за УГГ будут топить больше. Брат, поверь мне, в следующий раз намного больше за нас будут топить. Мы просто себя показали, и это нормально, я не удивляюсь. Все знают, что мы победили. Посмотри на реакции остальных блогеров. Там все говорят, ну по факту. Людей не обманешь. Пофиг бы то, что толпа. Толпа всегда будет такая. Толпа это такая, как тебе сказать. Толпа, она как шлюха. Сегодня она тебя ненавидит, завтра она тебя обожает. Это факт. Но мы просто, наши отличия от УГГ, от остальных исполнителей, мы не льем воду в текстах. Мы знаем, о чем говорим. Если там про наркотики детям, это мы угораем. Понятное дело. Просто им не за что было зацепиться, и поэтому говорю. Мы знаем, о чем говорим, и мы никогда не ведемся на толпу. Мы не смотрим на то, что думает большинство. Мы делаем то, что мы не чувствуем. То, что мы знаем, мы отвечаем за свои слова. Нет, China Town пиздата сделал. Потом Manor X. Я слышал, да, Женя, просто наш кент, который в Питере, в Питере, у которого мы останавливаемся, он говорил, он был на этих выступлениях, он говорит, Manor X не считай собаки, у них неплохой батл был. Потом, кто еще? Вот China Town, China Town против ПТКЛ, крутой батл был. Ну, блядь, там был просто футбол в одну калитку. Вот. Потом еще какой батл? Ну, блядь, из вот этих 24 команд, ну, где-то максимум, не знаю, команд 8, блядь, интересные были. Остальная такая вода, блядь, я просто, меня бомбило в тот момент, когда я смотрел эти батл, ну, там. То есть это такой был слабый уровень, даже, блядь, и не знаю, это был уровень, не знаю, блядь, топ-флоу, отбор. То есть, и то даже топ-флоу, пацаны наши, в Казахстане, по-моему, интереснее сделали. Кто вообще, кроме видео, видел батл, топ-флоу, однозначно, то в конце смешной, не начали марафорку включать. Да, конечно, это бред полный. И вообще, я не понял галки, блядь, это вообще непонятное движение. Для того, чтобы дети, юзи, я специально, это вот эти строки и написал, чтобы, блядь, бомбило у него, понимаете? Батл это что? Это когда ты выводишь соперника на эмоции. Когда он выходит на эмоции, все, он, считай, проебал. Он это и сделал. Мы видели, ровно держались, ебашили как команда. Все грамотно сделали. И этот батл, благодаря этой фразе пи***ц, стал обсуждать. Людин публика поделилась на две части. Одни, блядь, вы что охуели, другие, блядь, да это же угар, поэтому нормально, все круто, это все по плану. Вообще, все, 50 на 50 его работал в мегиторизме, два панча, что ты дала, покажем, мне публика, это сделал, не ровно, не ровно, не ровно. Мне вот Джика Джио понравился тем, что он, блядь, он реально, вот чего нам не хватало, признаюсь, признаюсь, это вот, вот такого, блядь, немножечко угара, вот мне молодец, Джика, вот я смотрел, пересматривал в батл, он красиво держался, блядь, и угорал вообще, и так на общение он нормально парит, и так на общение он нормально парит, все круто, Кимля тоже круто выступал, мне понравилось, особенно, как он залетел на третий раунд, вот это прррр, залетай как бог, вот эта тема, бля, в этом классно, нам не понравилось чисто то, что у них в тексте была одна вода, мы уже дали, а то у Джигэнк, да, в батл, потому что они знали, они, кто-то слил наш третий раунд, они знали, что мы будем в третьем раунде говорить, уже как бы, могли бы что-то приведить нам, но они ничего не выдали, блядь, ну вообще вода на вода, такое еще не будто, блядь, я не знаю, им похуй на музыку, похуй на батл, блядь, что полгорать, но я не знаю, может они просто такие, блядь, ну слабенькие, как эмси, ребята, и все, если смотрю со стороны тату на ютубе, на суббегации, на вашу, кого-то, мы смотрели, только когда он вышел, только тогда увидели, посмотрите, и поэту, нахуй, салан, с пустаной, салан, кустаная, мы, кстати, бьюрса, дай бог, короче, в этом квартале, дай бог, сделаем концерт в Астаная, когда батл чайнатана, блин, я не знаю, я сам хочу посмотреть этот батл, блядь, потому что все говорят, что там пиздец, злюзг был, все от казахов восторги, когда концерт в Астаная, я не знаю, когда точно, там Иса переговаривает с организаторами, обязательно в пустаной приедет, мне, нормальный, мне интересно, еще земляков, они с нурмански, Монорекс, Монорекс, вообще, Монорекс, это, по-моему, там, вот этот, один из организаторов, бывает на битах, ну, мне их заявка понравилась, про Жан-Клод Фондан, если не ошибаюсь, это они, да, интересно делают, и ты встретил, на шаровой полевую точку, Жика Джо самый экене преподобный Крама Лу-Джи, он оккультый, Жика Джо как пацан нехуевый, мне нравится, именно тем, что он, такой, на вайве, и как он вел себя на батле, вообще, красавчик, он такой, ровный пацан, вот с таким, можно поплату, потусоваться, что-то поделать, да, там, как имси, может быть и слабенький, да, ну так как человек у них у вас в октябре я бы хотел в октябре чтобы был концерт но знаешь а где такой город он сложно вот если кустана и там до боли он такой русифицированный да там много русских и вообще там более какая-то культура развита в октябре он для такой город прямо и тяжелый народ там и прямо и тяжелые не знаю получится ли концерт стал если блять организаторы смогут обеспечить все как положено есть то я с удовольствием в октябре поеду у меня там куча пацанов со всеми бы закусил сообщался потому что я давно уже в октябре больше полугода я бы сам хотел в октябре концерт но самое главное хочу снять в октябре клип соус череда пищу такие вопросы по клипу че смотрели клип кстати сейчас я выложу это инстаграм версию клипа его с абгазинская дела чё красавчики чтоб подтянулись на концерт чайна тауна кстати ребят давайте держаться на связи я буду объявлять о проходках нарвать на битах по стороны команды топ-флоп поэтому давайте не терять связь топ-питер петербурге будет того бесплатно там свяжемся и бесплатно тот пройдет надо урвать на битах извиняюсь я лакудэ фалак дэви знаете в чем еще прикол то что толпа была против нас и почему мы так себя велика по себя дома ну вот лично я почему не боялся потому что в октябре у меня также было кости когда я только начинал до делать рэп аудитория у нас тяжелая и сначала она тебя воспринимает как инородное тело правильно нечто непонятное поэтому с агрессией так ну да как я когда вышел до батл против ауджи кенки аудитория была против нас и блять как будто дома оказался я снова в октябре и я понял бля я сейчас всех тут порву действительно взять все так его было поэтому мы там порвали я чувствовал себя как дома я всегда чувствую себя как дома когда пишу бит захожу на сцену и беру майк все глядь кантемира хорошего нету есть только твердый знак от морозов которые баши как все тимур тимур мне не братишка тимур мой брат старше меня на год приятно рахмет делал задавайте вопросы я смотрю ердос подсойдется как там москве дела для тебя косяк за то что ты в питер не приехал на наш батл увидел да как мы ждем а ты не приехал поддержать нас не дай лак про в следующий раз не приедешь думаю дай бог в октябре эта тема будет салла все отлично рахмет тебя как дела тари измайл а калчики балабовый кепку top flow свяжитесь с владом next он у меня должен быть в отмеченных фотографиях или с кем-то в контакте лучше всего это сделать написать в группу top flow там сколько стоит эта кепка для точно цену не могу сказать но можно без проблем кстати мне нравится вообще не на кепке top flow все видели да и своих носил фасон хороший салам где исла исла на работе сейчас я тоже сейчас на работе в байда шопе салют салам гердос для не дай аллах не приедешь возьми еще с собой пару голодных казахов я чувствую на следующий батал блять там будет весь в клуб али в одних казахов да потому что от того сколько мне отписывают сколько звонят и говорят питерские казахи я чувствую стрелять на рвать на битах будет рвать на битах так скопка показал я приеду обязательно как тебе с концертом приеду обязательно сисло и гамуертой надо будет точно уточнить если кто-то организует вообще базара не все круто делаем там видел клип все как положено концерт пизда ты да один куча интересных треков могут покажу кого вы ее привезешь если кого и и кэш переведу на карту от их питера не привезешь кого ее елки-палки а ты про кем кутов флор что ли елки-палки блин давай без проблем ты какую черную белую хочешь ребята обращайтесь давайте пишите этот нет в личку или там у меня в личку два владных 100 владных 100 я потом точнее пишите мне в личку я вам буду отправлять контакты гладных стоит связываться насчет мерча договариваться то еще оплачивать если вы из питера то прям собой нам не трудно будете к собой нет что слов если вы его заранее закажите купить вот только обязательно укажите размер то есть если футболку будете брать обязательно свой размер укажите все как положено чтобы все было грамотно чтобы вы довольны и были чтобы мы вас не огорчили для согласен батал был похож на жестокое минская поздно как сказать для у нас эмоции нахуя было мы немножечко пережистили но ребят насчет бюсток терпит киргизы братья сильно близко к сердцу не воспринимать я не в коем случае не хотел обосрать бюшке просто бюшке терпит смысле терпит поражение сами понимаете да чтобы не выносили этот конфликт межнациональный какую-то хуйню потому что киргизы казахи это братский народ у нас разделяет только название да и потом мне не понравилось да допустим строка голки и про то что вот кто вы китайцы филиппинец ставить такое это блин киргизы не узкоглазые все мужские глаза это как бы он в свой огород камень кино некрасиво он к тому же не не киргиз он по моему татар по национальности и джекаджио тоже но не в дело не в национальности ваще для меня не то тоже тоже киргизы они же с киргизтана также как у нас русские из казахстана не ту же казахи сразу видно людей кстати различаются если он допустим другой национальности русский если он с казахстана из киргизстана или с киргизстана по всем разные люди нежели от русских в россии просто отличаются просто понятия разными содержанием единственным да согласен надо ну как сказать опыт все приходит с опытом да я в следующий раз учту все свои ошибки просто там для пиздец какие эмоции были и у меня прямо на все на их твоих стоял прям на это получили развивать хотел ну и что и сделал в принципе вот а тогда эмоции надо держать при себе следующий раз буду короче по и еще еще лучше соу так кто смотрел клип пацаны подписывайтесь давайте конструктивную критику принимать насчет клипа согласен там много недочетов было но ваше мнение это может просто мой перфекционизм мы будем рвать наши самые главные соперники теперь вот после как мы увидели этот баттон так как вы увидели в этот баттон до против лучики мы поняли я думаю и вы тоже поняли что наши самые главные соперники это мы сами то есть нам теперь нужно переплюнуть самих себя это еще сложнее лучше день честно для нас не соперники просто там толпа за них было сейчас уже следующий раз когда мы встретимся в лучшем случае дай бог это будет полуфинал потому что мне кажется они до финала не дойдут вот мы просто парня вот честно они будут пытаться переплюнуть нас в прошлом баттле и мы тоже будем пытаться переплюнуть нас в прошлом баттле баттле против них вот поэтому понимаете да сам камбиры бегом за пиво для кто еще не выкупил панчи давайте по панчам какой панч вас интересует я вам все расскажу раскидаю подробно насчет метро в питере я же говорил там сорвали вы единственный раз семнадцатом это был апрель метро в москве это было апрель метро пиздец это это про то что в апреле 2017 года кстати шарки салам салам санджик и и со тогда были они на рпл и тогда этот теракт произошел этот теракт сделал уроженец киргизстан да поняли да чем баттл взорвали вы единственный раз это был апрель метро пиздец вот про то что их типа земляк взорвал метро вот трое разных против казаха трое разных это группа где был раньше джикаджио трое разных это киргизская группа где раньше был джикаджио и поэтому я угораю они там читали такую дичь андеграундный ты моя я твой там детка моя там то все такая вода короче было херня не треки были вот такой олдскульный рэп стиле да куда джаз короче вот вот так вот и поэтому я угораю трое разных против казаха замолчи пошел на эту репу не прикасайся вы можете прописать на ю тубе трое разных посмотреть их клипы ну то есть и вы поймете формат их творчество и почему я над ними угораю да я про теракт говорил и это для это жестко но это видишь эта тема питерцев петербуржцев и как бы эта тема киргизов и вот понимаешь вот вот такая тема потом какой еще панчлайнер интересен насчет the offset takeoff я думаю все вы купили да про мигас нет джикаджио не пиздали мы вообще никого не клубили мы отправляли и кто смотрел видео обращение мая с ислой это мы говорили что нам разборки не нужны мы не за разборки мы за батл все что все какие-то конфликты да если есть между рейтерами их можно решить на баттле я такие конфликты решаю всегда на баттле почему потому что я знаю что я могу вывезти разъебу любого на бите вот если их со мной хотят разбираться так так ну ахуейте ребята если со мной будете так разбираться без баттла потому что блять вы не вывезете просто ну это не вам обращение моим фанам вообще говорю обращаюсь ко всем чтобы понимали ли человек фасует пакеты раздает детям что это означает гулки аудитория гулки вы аудитории гулки вы понятно всем по его текстам все это школьники дети мы говорим в пизду ваши треки у нас дури таблетки дури таблетки по смысле крутые треки мы фасуем в пакеты иначе делаем грамотно все как положим и раздаем это детям раздаем бесплатно а и знаю что те кто не выкупил они поняли это буквально и буквально понял гулки и поэтому не взорвало пукан мы на это ему взорвало пукан он определился как пиздобол и посмотрите сколько инфоповодов теперь на а уж и кейн против их следующего соперника просто они развалились да в маске был молодой казах блять молодой казах ему надо худи подогнать и кепку он блять там напоил питер водой накормил питер молодец короче блять молодой казах вообще 30 процентов третьего раунда он вывез не готовит ашлямфу ошки плов это такое известное в киргизстане блюдо ну вообще известное в снг блюдо киргизской которую в этот плов добавляет короче травы травы и он короче турманит этот плов а ашлямфу это национальное блюдо киргизской чикаджо по их кайфу как будто бы по моему под кайфом потому что перед батлом они предложили мне донать но я не курю сам не употребляет поэтому я отказался ну они видать на веселее были салам из кустана и салам кустана дел питер и леониде увидели посмотрите там где-то третьем рамке кинул кепку скинул блять кофту по-моему еще и маску кинул свою блин сами послушайте тексты был килограмм это же блять современный современная группа центра он говорит баллы кукинг долб баллы кукинг долб это означает я барыжу и варю и варю дурь для кучу барыжи ничего варит дурь это же просто вода в тексте так не до рэпер не должен быть пиздобой делать модную мода пройдет останется стиль мы делаем стиль че не качался под меня мэйби да че не охуительный кстати пацан вот блять как организатор как человек он охуитель заметьте даже как на батле он говорил он видел что толпа против нас и он говорил то что питер поддерживаем то флоу заметь и перед каждым раундом он так говорю поэтому большое уважение как человек он нихуевый молодец он для или как организатор поскольку как он говорит че не для меня пример я не лежу жопу я сейчас свое мнение говорю конкретно говорю и мы так с ним общались нормальный человек и он сделал грамотно вот на мой взгляд он грамотно сделал то что он нас у детей кито флоу в ампоре прям столкнул почему потому что эта хуйня не судится и можно обе команды проект проект пройдет но блять все будут жестко пуками у всех горит поэтому блять грамот тогда у молодец я помню всех кто был на сходке в кастанае я просто твою фотографию сейчас не вижу а так помню конечно идет стрим за бы отрабатывал ренды до видел за б но такой человек мне не нравится такие люди которые блять ну если ты мужик да у тебя есть для хулигану да и я тебе говорит по факту он просто хотел и долбоёб вообще ничего то есть никакой рациональности в его словах не было поэтому ну а так я просто хотела ему подумал для можете за выбор пиздецать а потом хочу этого боев что даже не демастер пусть что хочет говорить поэтому забыли если я увижу не знаю для может не пожму руку может пожму у его знали вообще мне пацаны говорят то что он просто так ну как он на этом бабки зарабатывает поэтому ведется подает себя так у кого знает я такое не уважаю если ты пацан ты нормальный мужик для пищи и всегда должен быть таким какой ты есть то есть перед людьми сам по себе купить пусть попадет пусть все увидят мое мнение ребята пусть посмотрит кому интересно за панчи и какие еще можете разъяснить давайте да за деньги хуйню вытворять это удел шлюх чё джиги давайте давайте вопрос приятно приятно спасибо рахмет большой нам очень приятно самая главная часть цель это и батл рэп это средство первую очередь цель это творчество отчество творчество шиба пора потом такая вещь это спор да это просто сказать разминка что ли тренировка чтобы держать себя форме так конечно же в первую очередь это творчество ажик и салам бро как дела жека полуфинал будет 24 по моему числа санши говорил что-то что-то такое в общем 24 числа встретимся жека как дела жека как ты брат я без спать я соскучился наш кстати информатор ребята чумаков евгений наш информатор наш брат в петербурге который нас постоянно встречает братан или мансален это по-туральски значит тысячи приветствий мусский поклон и поли кто полуфинале я полуфинале в топ лога плохо сука вообще тупо тупой прикол топ плов не интересный прикол если бы по-другому сказали так прикол топ было было с английского переводится как вы поняли да это теперь блять этот прикол уже не уместен будет почему потому что я его сам придумал сама ирония то хуйня короче не проканайте с других случаях да я всегда заплетает они треты это брейды всегда и заплетаю перед мероприятием какие-либо почему чтобы блять быть грамотным свежим ухоженным я не панчи дарю брата я поясняю что блять до того у людей блять узколобые нихуя не умеет прикалываться даже им вот подкидывают приколы это блять это уже не проканается и скажет что это блять байт твердого знака конечно будут то слышал у меня новый трек квартириков это я немножечко свою перформанс вообще мне нравится понравилось делать делать в таком стиле под битча малым ганджи кстати те же самые битмейкеры что делали нам бит на третий раунд вот и знак дарит стиль санчик трущит рио так рио так рио так рио так вот мне понравилось я просто в детстве пел пока он занимался и вот и мне нравится вот такой стиль латиноамериканский и я решил это сделать я услышал битча малым ганджи у меня сразу в голове появилась мелодия идея я кстати написал этот трек трек портерико по по дороге в питер то есть мы ехали сначала на автобусе искусственного до челябинска и вот в этот момент за время этой поездки я написал вот перед джамал энд ганджи вообще не красавчики да и вот кстати кто заметил третий бит третий раунд наш бит там играла дамбра вот этот струнный инструмент это была дамбра то есть мы все в казахском стиле сделали у нас изначально такая была чтобы двигать свою культуру чтобы и заметьте как это круто звучало да стильно согласитесь ему пиздец когда я малый гаджи скинул нам этот бит сырой мы уже тогда охуели у меня в голове сразу эти строки и остров мертвый и твердый и там артурчик и женя сразу эти строки в голове появились я раз-раз написал хочу как же закончить припев там артурчик и женя повторяем движение пизду ваши треки у нас дури таблетки фасуем в пакеты и чё чё и раздаем это детям блять это же пиздер шума на видео вот так и появилось это все санджик мне кстати тоже стильно подарит зитки какие кроссы подогнал санджик охмите бля я сейчас сверкаю я люблю чистую обувь люблю свежую подогнал еще новая так вообще если я я толстая чопа тверкой народа сразу в голове эти строки появились когда мы услышали этот бит это просто был просто взрыв так что так и обязательно сохраню этот прямой эфир ребята если что посмотрите еще я надеюсь всем разъяснил многие вопросы буду рад вам еще в прямом эфире поэтому он салам стендс поэтому ребят давайте держаться на связи взять на будем с вами то есть выдержать вас курсе всех событий на одной волне держать я тоже блюда чё вы слышали этих долбоебов я против и ты ходил и пусть чё они говорят раздаем это детям фасмит пакеты раздаем это детям это звучало блять как это 5 завьяка не забил как терпела во дворе вы слышали человек и поварят хуйня полная некрасиво ты поступил артурчик не по-пацански салам стенсии да ты без молодого казаха какой-то неполноценный для мне в питере кстати бля вот питер шикарный все там понравилось жене знаешь я хочу хочу еще раз покушать вот эти как они называются бля который еще вот этот делает пацан она там еще с хумусом называется ну-ка напомни мне кто знает вот это в питере там еще и рекламировал там какой-то из блогеров кило как сказать кило явно что он проиграл и он это понял поэтому его так забомбила он это понял после после моего раунда он это понял после раунда джекаджу он это понял это огромный перевес они такие уверенные на сцену выходили типа не въебаться и поняли что нихуя надо было стараться салатин фалафель для фалафель пиздец я скучаю хочу еще раз покушать фалафель для га фалафель грамотная штука следующий раз приеду первым делом надо будет покушать фалафеля фото фалафель так вот так что чё ребят я думаю вопросы закончены к концерт кустана я точно не знаю как организаторы определяться так сразу пацаны мы выкатим потусуемся пообщаемся почитаем все как положено на все на грамотном флоте то есть не будет какой-то блять зашквар на хуй не секрет нахуй вот я против этой хуйни ребят все давайте пацаны всем мир актубе чернаб сквозь и генщи и кто не знает вот это актубе означает а а q 2b и актубе сквозь